Это просто важный для меня слайд. Я всегда с него начинаю любые выступления, даже когда на работу прихожу устраиваться. Да, меня действительно зовут Юрий Марченко, я из Украины, из Киева. И занимаюсь, я для себя недавно определил, что рассказывать истории в самых разных форматах, это и есть суть журналистики. Вот я и рассказываю. Я не очень умею быть радиоведущим, но пытаюсь и пытаюсь пописывать. Для начала я бы хотел рассказать о том, какие мы вообще все важные люди здесь, если вы работаете в медиа, как я и еще несколько моих знакомых. Были в 70-х годах такие хиппи в Канаде. Просто тусовка, которая периодически покуривала травку и обсуждала, какой Мао хороший лидер. И однажды они узнали, что в Амчитке, неподалеку от берегов Канады, будет проводиться ядерное испытание. Они подумали, что это нехорошая штука и нужно ей противодействовать. Провели небольшой концерт каких-то своих дружественных музыкальных коллективов, собрали денег и взяли в аренду старую металлическую баржу какую-то, прям развалюху. Сели на нее и поплыли к этой Амчитке, чтобы предотвратить ядерные испытания таким образом. Это была абсолютно какая-то маргинальная такая хулиганистая выходка, чуть ли не ради веселья. На полдороги они заглохли, их как-то отбуксировали обратно. И в Канаде их встречали просто как супергероев. Они сами не ожидали, это был невероятный медийный успех. Все газеты мира написали о том, что вот есть толпа рваных, оборванных хиппи, обкуренных, которые борются за мир во всем мире. И в итоге эта инициатива нескольких хулиганистых, дерзких людей превратилась в одну организацию, которая называется Greenpeace. И по всему миру она очень известна, представительство в 50 странах и тому подобное. Вот так выглядел их первоначальный состав, в общем-то. Когда они увидели толпы беснующихся газетчиков возле себя, они сообразили, что борьба за мир может быть хорошим инфоповодом. А без того, чтобы становиться инфоповодом, это не будет эффективно. И они, естественно, забили на ядерные испытания и решили спасать китов. Их основатель Роберт Хантер сказал, мы будем выручать рыбок. И они действительно сели на лодку опять и пошли ее выручать. Но он уже тогда все понимал, и вот видно, может быть, внизу, это кадры из документального фильма про Greenpeace. И он, в общем, употребляет те выражения, которые мы все сейчас знаем, веральность и тому подобное. Суть была в том, что они брали одну лодку моторную, которая преграждала путь китобою. То есть они становились между китом и гарпуном. А еще две лодки ездили по краям где-то и все это фотографировали, снимали на видео. Плюс сидел человек на мачте и тоже видеофиксацию проводил. Получается, что, собственно, в активизме, непосредственно в противодействии китобоям, участвовала одна лодочка. А снимали это три. Там в фильме есть очень классный момент, когда китобой выстрелил над этой лодкой, препятствовавшей. И они долго волновались, удалось ли снять этот момент. В итоге удалось. Этот случай прогремел на весь мир. И Greenpeace стал тем, чем стал сейчас. Так что важность медиа невозможно недооценивать. И это доказано толпой оборванцев из Ванкулера. На этой инфографике представлена схема монетизации большинства украинских СМИ. Дело в том, что, как обычно это происходит, может быть и в Беларуси тоже. Приходит какой-то олигарх и говорит, у меня есть куча денег. Давайте вы зажжете костер в виде этого медиа. И мы будем туда подбрасывать эти деньги. Когда деньги кончаются, кончается и медиа. Потому что оно никак не учится зарабатывать. Все время гребут лопатой деньги инвесторы и тому подобное. Зачастую еще, как мы знаем, инвестор приходит и говорит, ребята, у меня выборы в главу райсовета. Нужно написать обо мне что-то хорошее. Я же не зря ваш костер отапливаю. Мы пошли чуть-чуть другим путем. И я попозже расскажу, каким. Но я сам тоже грелся у этого костра. Если я правильно помню следующие слайды. Я работал почти 10 лет в газете «Коммерсант». Это такой огромный издательский дом в России. В Украине он 10 лет тоже существовал. Выпускал ежедневную газету. Я туда попал совершенно случайно на 3 месяца. А в итоге застрял на 10 лет. И прошел путь от временного лид-редактора до заместителя главного редактора, руководителя неделового блока. Это было действительно очень влиятельное издание. Мы брали интервью президента у премьер-министров. Мы там какие-то срывали покровы невероятные. Мы писали обо всем, от спорта и культуры до, не знаю, до какого-нибудь приюта для цирковых медведей в Карпатах и прочих важных вещах. И вот, казалось бы, большая такая деловая журналистика, ежедневные издания. Это же все страшно серьезно. Это фьючерсы, слябы, блюминги, вся вот эта хрень. Но нет, извините. Но нет, и даже в таких штуках есть место для иронии, что ли, для игры небольшой. И мне кажется, это очень важно. Потому что я свято верю в то, что в мире победил уже инфотеймент, то есть информация и развлечение. Невозможно просто сказать человеку, что это важно, ешь эту информацию, это действительно важно, у тебя не будет воды завтра. Каким-то образом нужно это заворачивать так, чтобы это было интерактивно, интересно и развлекательно. И вот, например, в газете «Коммерсант», напоминаю, серьезное, важное деловое издание, был вот такой случай. Каждый главред мечтает однажды выпустить собственное издание в одиночестве. И вот как-то раз главред «Коммерсант» Андрей Васильев, легенда постсоветской журналистики, пришел в редакцию и сказал, все пошли вон, я сегодня выпущу газету «Один». Дело в том, что наш издательский дом проиграл суд Альфа-Банку, и нужно было, согласно закону, написать опровержение на первой же полосе и решение суда. Но в законе, к счастью для нас, к несчастью для них, не было указано, как именно это нужно сделать. Поэтому, к сожалению, не видно, но оно вверх ногами все напечатано. Мы выполнили все формальные нормы, но вверх ногами. А остальная газета абсолютно пустая. И в подписи здесь Михаил Фридман, глава Альфа-Банка, и Владимир Путин. И там тоже какая-то ерническая типа, пусть им будет приятно в подписи. Так что, да, даже в серьезных, как раз бы, штуках есть место для такой шалости, для игры. Меня это очень подкупало. Потом из Москвы сообщили, что мы разонравились им как медиа, потому что мы пишем про Крым немного не так, как нужно. И коммерсант закрылся. Я начал паниковать, потому что у меня было похмелье, и я был в Будапеште, и это вообще как-то пугало, куда возвращаться и стоит ли. Но мне написал мой приятель, тогда он был замглавреда Форбса. Форбса, кстати, сейчас в Украине тоже нет. И предложил сделать вот какую штуку. У него уже несколько лет существовал сайт-платформа, который представлял собой афишу разнообразных полезных образовательных мероприятий в Киеве и окрестностях. И он говорит, а давай там попробуем какую-то еще журналистику делать. И мы попробовали. Вот наш коллектив, минус один человек, одного мы уже потеряли. Но в целом это мы. Этот сайт-платформа выглядит вот прямо сейчас так, потому что я не успел больше текстов нахреначить сегодня. И в целом, как мне кажется, неплохо видно, о чем мы пишем. Вот обратите внимание на плашку «Спецпроект», не выбрасывайте ее, она нам позже понадобится. Здесь есть о том, как увековечить Баби Яр, у нас мемориал собираются большой строить. Есть Сергей Жадан, главный украинский художник, интервью. Там стартап украинский, который помогает неслышащим людям чувствовать музыку и тому подобное. Немного о заголовках. Это безупречный заголовок, он абсолютно идеален. Для тех, кому не видно, здесь в зоне отчуждения в Чернобыле завелись существа на четырех ногах и с двумя крыльями. Вот согласитесь, в любой момент жизни вы кликните на этот заголовок. Потому что, ну это же, это Чернобыль, это какие-то неистовые мутанты. Тебе хочется узнать это. Если ты читаешь текст, то ты выясняешь, что, в общем-то, это не неистовые мутанты, а два разных, две разных сущности. Это собаки и вороны. Но ты уже купился, ты уже там, ты уже создал им уникальное посещение это чертово. Но я человек старой закалки, я 10 лет работал в печатном издании, поэтому я использую неправильные для интернета заголовки. Как мы знаем, есть три вида их. Это образные, когда каким-то образом ломается структура типичной фразы, и из этого выстраивается игра слов. Есть фактически, там, не знаю, Александр Лукашенко собрал картошку. Кстати, может быть. Да, и есть заголовки клише, это когда берется фраза «мал золотник да дорог», и так и хреначится в заглаве, и никто этого не любит и уже почти не делает, к счастью. Или там, следующий шаг, и так победим, что-нибудь такое. Вот, оказывается, в Беларуси эта игра слов про езду и еще одно понятие тоже использовалась. Я знаю, 3-4 «Магнет», мой любимый журнал, Антон попросил сказать. Они наклейки такие выпускали. В общем, да, мы заголовки делаем игровые, и это действительно неправильно, поскольку они менее кликабельны. Но зато они, как мне кажется, помогают другому, они добавляют немножко веса бренду, поскольку такие заголовки вы запоминаете. Вы кликаете больше на фактически, но вот где-то оно откладывается, что прикольно, игра слов неплохая, но не кликну. Вот этот заголовок мне само очень нравится. Есть стандартная фраза «великий и могучий» в русский язык. А вот здесь «великий и могучий», но никто этого не считал, все просто мне написали, у тебя опечатка в заголовке «придурок». Хотя нет. Да, вот еще пару примеров. Новости мы тоже делаем. Не знаю, почему тут этот слайд, правда. Извините. Важная штука, многие об этом забывают, это то, что сейчас мир стал очень визуальным. И, как мне кажется, последовательность вещей, на которые клюет читатель, когда заходит к вам на сайт или думает, прочисли ему в газете некую заметку, это первый заголовок, вторая картинка и третья уже это лид, это первые фразы. Вот, не знаю, как в Беларуси, но в Украине о дизайне очень часто забывают. И вот это, например, официальный сайт города Одесса. Одесса достаточно современный город, но вот сайт у них как будто в 2001 году. Это главный сайт Одессы «Думская.нет», и он выглядит немножко отвратительно. И новости тут тоже такие, тут гуся убили, кажется, на первой же полосе какого-то. Это «Твой любимый Харьков». Особенно мне нравится внизу вот эта сетка, это афиша. Как видим, жизнь кипит в городе Харькове, моем любимом. Ну, тут еще более-менее надо удалить этот слайд, я сразу это сделаю. Мы прям запариваемся зачастую насчет дизайна, потому что это важно. И мы когда проводили что-то вроде социологических, социалистических исследований, то нам многие говорили, что вот да, платформа у нас ассоциируется с какими-то яркими визуальными штуками. Вот это, например, оформление «Фрагмент», оформление для текста о феминизме. Вот наш битредактор подумал, что нужно поиграться, он поигрался с борщом и плачущей женщиной, но поскольку мы за равноправие, то там и вот такая картинка была далее. Есть и красоту, вот такую иногда делают. Это Петр Порошенко, президент соседней страны. Или вот сегодня прям у нас вышла новость о том, что... Вчера. О том, что Билл Гейтс, оказывается, участвует в «Секретном Санте». Это такая социальная игра, когда случайным образом выпадают разным людям партнеры, которым они должны подарить подарок. И вот Биллу Гейтсу выпала какая-то девушка, и он засыпал ее подарками. Там три приставки подарил, подушки, варежки какие-то. Ее семейное фото себя прифотошопил, где он там корчит рожи какие-то. Вот этот слайд я тоже все время забываю удалить, но он мне нравится. Ну тоже косвенно о дизайне, в общем-то. В Украине есть такой город Рахов. Он знаменит на весь мир в Раховской области тем, что там находится один из вариантов центра Европы. И они решили, что это мощная туристическая аттракция, что безусловно так и есть. И объявили конкурс на разработку логотипа туристического для Раховской области. Вот это победитель. И это вот пару месяцев назад было. И да, как видим, победили сатанисты, потому что здесь перевернутый крест, и это будет мощная туристическая аттракция для всех black metal групп мира. Мы, кстати, написали об этом текст небольшой, о том, что это чудовищно. И они объявили новый конкурс, на котором этот опять побеждает. Я провел исследование того, какие тексты на платформе читались лучше всего. Да, я всегда забываю самое важное сказать. Мы независимый ресурс. Дело в том, что вот та схема монетизации, это один вариант. Второй, когда ты живешь на гранты, например, или просто какой-то там действительно серый кардинал у тебя за спиной. Мы независимые, у нас нет даже грантов, мы отказались где-то год назад. И зарабатываем на себя сами. Поэтому качество текстов у нас, конечно, не всегда великолепное, потому что зачастую нам пишут непрофессионалы или первокурсники журфака, которым нужно просто набивать руку. Но мы бьемся и иногда побеждаем. Вот, например, один из самых посещаемых наших материалов, это тест, в котором мы просто написали одну и ту же фразу на 15 языках Европы. И нужно было угадывать, на каком именно языке вот сейчас эта фраза. Там, ну это же, в общем, простейшая штука, но 200 тысяч посещений, кажется, уникально, что неплохо. Или вот эта крохотная новость о том, что Google изобрел шикарную штуку. Ты заходишь в YouTube, и вместо того, чтобы вот эта аналоговая картинка, как в 50-е годы 20-го века, ты можешь мышкой ее крутить, на самом деле, и лазить между музыкантами, если это концерты, ну и подобное. Крутая штука, и тоже там сотни тысяч просмотров. Вот тоже очень популярный текст, я уверен, это проблема и у вас актуальна. Катя Тайвер, которая вот там сидит, написала нам колонку о том, что любой труд должен оплачиваться, и даже если он креативный. И, в общем-то, особенно если он креативный. Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что, ну там, фотограф вы. И к вам подходит какой-то человек и говорит, слушай, у тебя же есть фотоаппарат, есть палец, чтобы нажимать на кнопку. У меня свадьба, 8 часов на морозе, поснимай меня, а мы тебе за это ужин бесплатно. То есть в Украине это действительно серьезная проблема, что креативные некие индустрии не воспринимаются как люди, которые что-то делают. Поэтому им не нужно платить. Вот Катя написала о том, что и журналист должен получать деньги, а не бесплатно друзьям хреначить анонсики какие-то, и фотографы, и прочие подозрительные люди. Да, этот тест делался минуты 4, наверное, но в итоге собрал адовую посещаемость. В Украине по ряду причин не любят Владимира Путина, и мы сделали просто подборку цитат Путина и Гитлера, и нужно было угадать, где чья. Всем очень понравилось угадывать, потому что они не угадывали. Вообще тесты мы любим, особенно любили раньше, когда мы использовали бесплатный механизм PlayBus. Там очень легко их конструировать. А потом попросили программистов написать нашу собственную механику, и теперь просто материмся каждый раз, потому что нужно, чтобы загрузить одну картинку, там миллиард действий предпринять. Так что не доверяйте программистам. Кроме Вайбера и Танки Онлайн, и Маскарад. Да, вот тест очень простой. Мы взяли украинских художников и зарубежных, и предложили читателям угадывать, где чьи работы. Это же интересно сравнить на фоне. Это, кстати, картина главного украинского писателя и поэта Тараса Шевченко. Оказывается, он как живописец был тоже очень и хороший, и сладострастен. Да, помните, я говорил про плашку спецпроекта? Надеюсь, вы ее не выбросили. Она нам все еще понадобится. И обратите внимание, вот здесь внизу написано Comfort Prize. Это то, за счет чего мы живем, в общем-то. Но об этом все-таки чуть позже. Или вот еще один тест литературный. У вас тоже, я уверен, есть какие-то ключевые фразы из литературы, которые все знают, но при этом не особенно и не безупречно ориентируются в том, кто это сказал или кто это написал. И вот мы взяли такие мемы из украинской литературы и предложили угадывать, кто из великих писателей на самом деле употребил. Тоже хорошо очень читалось. Вот я упоминал инфотеймент, то, что нужно развлекать людей, как мне кажется, не только скармливать информацию, потому что клиповое мышление убивает на корню все то, чем раньше жила журналистика, когда ты был вынужден читать газеты, просто ты никак иначе не узнаешь истории, не узнаешь новости. Ко дню «Независимости Украины» мы соорудили такую штуку «Украина в Facebook». Мы представили, что было бы, если бы испокон веков у нашей страны и у событий нашей страны было отображение в соцсетях. И это был, ну вот такой, конечно, не скромно так говорить, но это было одно из самых заметных событий в медиа в этом году и там на конкурсы нас какие-то даже выдвигали прям. Выглядит это примерно так. То есть вот это, да, это пост от Геродота Галикарнастского, который говорит, что спасибо Скифам за гостеприимство. Он действительно был в Скифе, то есть мы там читали перед тем, как все это писать. Что вот спасибо, купил себе магнитик на Парфенон, платиновую копию золотой пекторали. Это такое украшение легендарное скифское. После истории планирую написать текст топ-10 стран для того, чтобы изменить свою жизнь, и там точно будет Скифия. И в комментариях тут каждый лайк продуман, то есть это лайк от скифов, великих Дарий, который за некоторое время до этого приходил в Скифию, ему там наваляли. Он пишет, что вот мне не очень понравилось. Сарматы, которые пришли и завоевали скифов, пишут классные земли, интересненько, мы заглянем. И тому подобное. Вот мне кажется, это очень хороший пример того, как исторические факты завернуты в обертку, благодаря которой это интересно читать. Потому что я знаю, мне многие люди говорили, что, блин, это натуральный курс истории, мы бы преподавали так в школах. Более того, мы сами гуглили и выясняли, кто это, и что это, и почему здесь лайк стоит от какого-то таргетая. Или, да, вот пример ближе. СССР спрашивает, ребята, а где все? И там гифка с траволтой, который... И тут в комментариях, там, Эстония говорит, я устала, я ухожу. Литва и Латвия поддерживают. А СССР там какой-то мем написал. Вот совсем недавний проект тоже, он оказался очень хорошо воспринят. Знаете же, там, в модных журналах публикуют фотосеты с подписями, что там на модели справа рубашка такого-то бренда, штаны такого-то. Мы взяли великих украинских писателей и поэтов, и писательницы поэтесс, и нарядили их в одежду от недавно открывшегося украинского магазина на главной улице страны, прямо он открылся. И вот стихи про осень. Это было осенью. И на лесе украинки гольф женадин, сарафан грас, пальто такое-то. Прям все это ошелили, поскольку здесь мы попали сразу в две хорошие точки. Это любовь к национальной литературе и любовь к украинским шмоткам. Вот Николай Венграновский тоже такой хипстер. Да, это я уже к каким-то своим умозаключениям подхожу. Есть, как мне известно, два метода привлекать в себе невероятный трафик. Один – это когда ваши новости попадают с помощью агрегаторов на глаза разным людям, и они механически кликают, заходят к вам. И второе – это соцсети. Трафик с агрегаторов, он, в общем, довольно ужасный. Я не знаю, есть ли в Беларуси такое. Да? Ну, хорошо. В общем, главный источник качественного трафика для современного интернет-журнала – это соцсети. Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер и даже у кое-кого одноклассники. Беда в том, что Цукерберг не за нас. Он почему-то за свой стартап, этот маленький Фейсбук называется, и за то, чтобы Фейсбук зарабатывал. Соответственно, он страшно рубит показы от интернет-изданий, ну, в общем, от любых страниц он рубит показы. И это большая беда, потому что вдруг ему взберет голову вообще отключить нам дыхание, и мы тогда пропадем. Потому что пару лет назад уже было исследование New York Times, которое они вовсе не хотели показывать, но кто-то его, к счастью, украл. И там было написано, что к ним на стартовую страницу заходит всего 15% пользователей. И я думаю, вы даже по себе это чувствуете. Вот вспомните, как давно вы вбивали в адресную строку www.34mag.net. Вы, скорее всего, просто листаете Фейсбук и переходите по ссылкам оттуда, то, что вам рекомендуют друзья. И я уверен, что уже скоро, если все так и пойдет, мы не будем заходить особо в интернет. Мы будем заходить в Фейсбук и Гугл. Это будут две такие вселенные, абсолютно замкнутые на себе. Фейсбук вот уже ввел механизм опубликования текстов больших и оформления их в собственной структуре. Так что мы никуда не можем деться от соцсетей, которые невероятно важны для трафика, но при этом соцсети не за нас. Это такая парадоксальная война, в которой медиа проигрывают, и нам приходится платить за продвижение каких-то материалов. Ну вот вы знаете, да, в Фейсбуке это кнопка реклама. Так что такое очень хрупкое сейчас равновесие и тревожно. Периодически возникает ощущение, что Цукерберг еще больше закручивает показы, и тогда у нас трафик падает просто в ноль. Как журналисты мы-то страдаем очень, да, что, боже, материал вышел не в той рубрике, не в город, а в страна. И сейчас на нас ушат помоев, выльют, как же так. Читателю абсолютно плевать. Как только что мы все вместе выяснили, он переходит из Фейсбука, или из ВКонтакте, или еще откуда-то, и, в общем, ему абсолютно все равно, в каком разделе он это читает, и более того, ему все равно какой-то формат. Сейчас людям интересны истории, как и всегда, в общем-то. И в каком формате эта история будет рассказана, ему не важно. Главное, чтобы это было увлекательно. Так что вот мы там сейчас перепридумываем немножко платформу, и начали запариваться насчет того, как же назвать разделы, там, мнения или колонки. Всем плевать, кроме нас. Конкурентов больше нет, почти. Вот тоже такой есть немножко устаревающий, мне кажется, взгляд на то, что там, ой, а как же они написали раньше, чем мы, и это очень плохо, давайте всех к чертям оштрафуем и уволим, наберем новых бездельников. Мне кажется, это не совсем верно, поскольку, опять же, никто уже не ходит, особенно на сайты. Все просто переходят по ссылкам и ходят читать истории, а не сайты. Соответственно, ну и что, что они написали? А ваше в ленте вылезет быстрее. К тому же вы конкурируете не только с другими сайтами, с похожей тематикой, вы конкурируете вообще со всем, с ютубом, с, не знаю, с телевизором даже, с чем угодно, с любым видом развлечения, потому что сейчас вы, медиа, и я тоже, это, в общем, форма развлечения. Если создавалась платформа как сервис, потому что были в Киеве полезные события и были организаторы этих событий, вот мы стали площадкой для встречи посетителей и организаторов. То есть мы рассказывали, куда ходить, чтобы стать умным. Потом появился Facebook с его разделом мероприятия, и мы стали ненужны, то есть мы перестали выполнять функцию сервиса. И вообще, как мне так на первый взгляд видится, медиа перестали быть сервисом вообще, даже новостные сайты. Можно, конечно, черпать новости из новостных сайтов, но, скорее всего, тоже это из Facebook донесется до вас, главное, неизбежно. Так что наплюйте на конкурентов. Повторы контента. Есть такая фобия насчет того, что, не знаю, вот вы написали классный текст, вы его запостили в соцсеть вашего ресурса, и никто не лайкнул. И вы думаете, ну, все пропало. Мы год готовили материал, и там 4 лайка. Не нужно бояться и публиковать еще раз. В Twitter, например, я каждый материал платформы, каждую новость пощу трижды. В тот момент, когда она выходит, вечером еще раз и на следующий день. И вот за 2 года, наверное, у меня была только одна жалоба, что, эй, я же вчера это уже читал. Людям в таком страшном новостном потоке страшно упускать что-то важное. Так что не нужно бояться публиковать несколько раз одно и то же. Это я просто подумал, что умозаключения будут слишком сложные для меня, и можно журналистам разбавить настоящим. Новости эксклюзивы мертвы. Я возьму тревожную паузу. Да, до сих пор, вот я работал в новостном издании, и до сих пор у меня есть страх, что, там, не знаю, Порошенко объявит вне закона все валюты, кроме гривны, а мы об этом не напишем первыми, или вообще не напишем. Так вот это совершенно не страшно, потому что новости как эксклюзивы, мне кажется, отмирают. Потому что вспомните, сколько раз, если вы в новостных изданиях работали, вы публикуете какой-то невероятнейший эксклюзив. Порошенко сломал ногу, когда дрался со спикером Верховной Рады. Вы публикуете и думаете, сейчас весь трафик мира мой. Но уже через полторы минуты то же самое со ссылкой на вас иногда. Публикует все сайты мира. И все, этот эксклюзив умер за полторы минуты ваш. Так что гоняться независимым, особенно изданием, за новостями, новостями, ну, это неизбежная игра на собственное поражение. Главное рассказывать истории сейчас. И вот хороший пример. Может быть, вы видели пару недель назад, Стивен Хокинг, выдающийся физик, написал колонку в Guardian о том, что человечество шагает куда-то не туда. Что мы боремся не с теми проблемами, что мы озабочены тостерами, а не глобальным потеплением и голодом. И тому подобное. В Украине очень многие это перепечатали в формате такой небольшой новостюхи. И я узнал, собственно, потому что все написали уже об этом, о том, что такое случилось. Казалось бы, зачем эту трогать уже тему, если все осветили ее. Но мы все равно написали что-то вроде пересказа этого текста. И он собрал там что-то 50 тысяч уникальных просмотров, что, в общем, неплохо для короткого текстика, о котором все к тому же написали. Просто мы рассказали эту историю чуть-чуть лучше, чуть иначе, чем все остальные. И это сработало. Вообще, первоначальная моя редакционная политика заключалась в том, что я паниковал и бегал по кругу, как контуженная пчела. Потому что я работал в большом издательском доме. Я был просто бинтиком. Сначала маленьким, потом чуть больше. Но это все равно конвейер. Даже если тебя нет, кто-то может заметить, но механизм будет вертеться. А потом внезапно ты находишь себя на крохотном интернет-журнале. Тебе говорят, давай, делай тексты, и пусть они выходят на этом сайте. А как это происходит вообще, если нет редакции, если нет журналистов у тебя и тому подобное? Поэтому, во-первых, прах меня выручил Facebook. Я написал просто всем знакомым, что ребята, выручайте, создайте мне какие-нибудь тексты. Друзья выручили, а потом как-то оно все и понеслось, и покатилось. Сейчас мой критерий такой. Если я вижу любую новость, я думаю, это действительно новость или такое уже было раньше. Если не было, то это хорошо. Это плюсик. Это важно, потому что бывает же впервые, но не важно. Если да, тоже плюсик. И интересно. Интересно ли это? Если идея материала набирает два плюса из трех, то можно вполне писать, если не лень. А раньше был критерий еще выгодно ли это кому-то. Вот, например, там Uber запустил какую-нибудь рекламную акцию. Казалось бы, вроде и можно написать, но с другой стороны, они же от этого выиграют, это им бесплатный пиар. И вот я поначалу полагал, что не стоит такое делать. А сейчас почему бы и нет? И к тому же именно на этом мы построили свою схему монетизации и выживаем здесь, и летаем по всему миру на своих конкордах частных. Этот слайд надо будет заменить все-таки. У меня нет фотошопа, я в пейнте его нарисовал. Это структура доходов интернет-журнала, платформа. 65-70% у нас приходит от спецпроектов. Вот помните, это маленькая плашечка, которую я просил не выбросить, а вы выбросили. Баннерная реклама, как мы знаем, фактически умерла. Она не приносит абсолютно денег, развивается такая штука, как баннерная слепота, то есть никто не замечает уже эти рекламные штучки. Вот. И что же такое спецпроекты? Суть в том, что... Я лучше на примере покажу. Суть в том, что мы пишем контент, который мы бы и так писали, но нам за это платят. Вот в качестве примера. У нас есть спецпроект, называется «Научный подход» с компанией Shell, нефтяным мировым гигантом. Они к нам пришли и говорят, давайте вместе что-то делать. И мы им предложили, мы каждую неделю будем брать интервью у украинского ученого, известного или не очень, но неизбежно талантливого, и сверху будет висеть ваша плашка. Вот она там крохотная, и в лиде указано, что это при поддержке компании Shell. Вот и все. И они нам за это платят. Это удивительная схема, я до сих пор не верю, что это работает, потому что, ну черт возьми, интервью с украинскими учеными, это круто, это хороший контент, мы бы и так это делали, но нам внезапно платят, чтобы мы его делали. Это крутая схема, она работает с большими и маленькими компаниями удивительным образом. Когда мы начинали, не очень работало, потому что люди, ну как люди, маркетологи, они в общем-то знали, что существует интернет, извините, если в зале маркетологи, все. Они в общем-то знали, что существует интернет и что там нужно рекламироваться, потому что их аудитория сидит за компьютерами тоже. Но они-то помнили вот принт и приходили и говорили, слушайте, давайте вместо стартовой страницы просто будет реклама моих трусов на весь экран и блестки еще по краям, и пусть ангелочек внизу крыльями машет. Это же интерактив, это интернет, я слышал, что тут нужен интерактив, пусть машет крыльями. Нет, так это не работает, баня на слепота, опять же, то же самое. Поэтому мы используем то, что умные люди называют нативной рекламой. Когда мы рассказываем истории в духе нашего сайта, только там есть какое-то еще рекламное проявление, вот, например, в виде плашки такой. Это с Pepsi у нас был спецпроект, они устраивали конкурс граффити, и у нас вышло штук 10 материалов, за каждый из которых нас озолотили ящиками Pepsi. Культура и креативность, например, вот ради которой я здесь сейчас сижу, тоже с нами спецпроект забабахали. Мы рассказываем о том, что культура это важно, и что она может быть не скучной, не угрюмой, и не просто картиной на стене, а действительно меняющей города и людей. Вот у нас был большой спецпроект, очень Киевстар, это такой один из двух крупнейших мобильных операторов Украины, и они вспомнили в определенный момент, что у них есть такая услуга, как роуминг. Роуминг, в общем-то, традиционно все ненавидят, потому что ты неосторожно взял трубку в кармане где-нибудь в Риме, и все, ты банкрот. Вот они решили рассказать, что не все так плохо, и что бывает недорогой роуминг. А с чем это ассоциируется? С путешествиями. И мы им предложили сделать такой гиды, такие игровые гиды по Европе. Человек заходил на страницу этого спецпроекта, и мы предлагали ему пройти тест, который определял в шутейной форме, какой он из видов путешественников. Любит ли он природу, музеи, или там абсолютно какое-то оторванное, хулиганистое времяпровождение. То есть мы открывали ему глаза вообще на то, кто он. А затем он мог пройти и прочитать один из этих четырех видов гидов, заточенных специально под такие разные времяпровождения. Тоже очень хорошо читали. Вот я тут все рассказываю о платформе и об этой схеме монетизации, которая работает. Но она работает не только в принте и не только у нас. Есть радиоаристократы, к которым я тоже имею крохотное на все-таки отношение. Это несколько молодых ребят, которые были успешными диджеями на FM-радиостанциях, а потом однажды подумали, что к черту, мы пойдем в интернет и сделаем там свое великолепное радио. Идея абсолютно идиотская, как мы понимаем. Ну, если FM-радиостанции умирают, то зачем кому-то, рекламодателю в первую очередь, идти на интернет-радио? Их и так миллионы по всему миру. Но они существуют уже почти два года, и это очень успешный проект. Они все покупали себе машины и ездят на них теперь в свой шикарный офис с ремонтом от самого дорогого архитектора в городе. Суть в том, что тоже они создают спецпроекты с рекламодателями, с различными компаниями нестыдными и рассказывают в игровой, в развлекательной форме некие полезные штуки. Вот, например, был у них рекламный контракт, когда основатель этого радио ездил на машине Митсубиши и периодически просто в эфире упоминал, что «Ребята, я же вот никогда не водил машину и не умею, но Митсубиши мне дали погонять, и я гоняю». Вот и все. И у него была машина за это. А мне предлагали спонсорство «Шоколадку». И то не сложилось. Но да, все-таки я там ввел передачу, называлась она «Кошмарченко». Это такая игра слов для меня самого, потому что моя фамилия Марченко, а здесь Кошмарченко. Никому не нравится, а мне весело. Передача заключалась в том, что ко мне приходили различные селебрити украинские, и мы с ними обсуждали моменты в жизни, которые, в общем, когда они случаются, ты понимаешь, что все, конец. Твоя жизнь окончена. Например, у тебя аудиенция у президента, и ты выливаешь на него кефир. Ну все, дальше невозможно жить. Или ты собираешься на первое свидание, надел костюм-тройку, надушился, и на тебя упала банка с солеными огурцами. Невозможно после этого жить. Но через пару лет ты вместе с президентом весело хихика в бане говоришь, а помнишь, я же на тебя кефир пролил. Или ты рассказываешь кому-то, что я собирался на свидание к девушке, и на меня упала банка. То есть через какое-то время самые кошмарные моменты в жизни становятся веселыми историями. Вот такие веселые истории мы в эфире обсуждали с разными людьми. Вот, например, главред украинского ВОГ, бывшая главреда тоже, Маша Цуканова, прелесть интернет-радиостанции в том, что они еще и видеостанции. И у нас действительно был видеосигнал, который некоторое время показывали на одном из украинских телеканалов по ночам. И она когда об этом узнала, то ей показалась очень классная идея, что там в два ночи просыпается старушка с бессонницей, включает телевизор, и какая-то женщина ковыряется у какого-то парня в носу. Поэтому весь эфир мне пыталась козявки почесать, скажем так. Еще одна передача была с дерзким названием групповой «Экс». Но когда я поясню его, она будет вовсе не дерзким. Обаяние этого радио в том, что оно любительское. Ну, по большому счету, это такое аматорство. Дело в том, что на первых парах денег у людей не было, основателей, и они звали просто знакомых, ну, пойди, поведи эфиры. Я так и начал вести, и не очень умел, и не умею, и страшно боялся, и тому подобное. Но вот за счет дружеских отношений и собственной харизмы они привлекали действительно каких-то интересных людей, и многие из них до сих пор ведут. Вот как-то раз мой приятель Митя пришел на эфир, просто посидеть в сторонке, посмотреть, и так проникся, что на последующей пьянке он говорил, «Блин, я бы, вот мне нравится, я бы, да». и мы в секунду за семь придумали концепт передачи, что у каждого почти бывали бывшие, которые, ну, в общем, зачастую сволочи, и что было бы классно сидеть в эфире, нам бы звонили, и мы бы обсуждали, какие наши бывшие были гадины, какие неприятные моменты происходили, и как вообще можно так вести себя в отношениях. Мы продумали полностью концепцию передачи, вышли в эфир, наступил момент, когда нужно было рассказывать что-то про своих бывших, и мы замолчали. Ну, потому что какой идиот будет рассказывать о своей личной жизни на всю страну по радио? Нам пришлось секунды за четыре переделать весь концепт передачи кардинально, и мы начали просто в течение двух часов обсуждать самые разные темы, связанные с любовью, начиная от каких-то половых девиаций и до, там, рекордов у животных на самой гигантской груди и тому подобное. Разные были темы, все они неистово познавательные, и эта передача хорошо слушалась, нам много звонили люди, и правда было обаятельно, я до сих пор иногда по ней скучаю, но все-таки я сточертила, и мы закрыли ее. Вот пример того, как проходил обычный эфир. Дело в том, что это же интернет-радиостанция, она по закону не существует, поэтому можно делать что угодно. У нас была соведущая, ее звали Наталья Петровна в честь моей учительницы бывшей, которая мне зачет не поставила. Она здорово нам помогала, конечно. Был вот у нас, например, романтический вечер однажды, мы купили игристое вино, свечи поставили, нарядили Наталью Петровну, а потом выяснилось, что YouTube-трансляция не работала, и мы просто как идиоты сидели, вальяжничали в микрофоны. Опять-таки, пример не единичный, есть радио «Сковорода» недавно появилось во Львове, молодые, дерзкие ребята, которые пошли еще дальше. Если «Аристократ» это все-таки классическое радио со студией и тому подобным, то у «Сковороды» есть чемодан, и они с этим чемоданом ходят, садятся в каком-нибудь кафе, приглашают туда гостей, и выходят в эфир из вообще любой точки, где есть интернет. Они ездили на Евровидение, например, и прямо в зале там верещали, когда Джамала побеждала на конференциях, всех крупных их можно встретить. И они прямо молодцы и тоже достаточно уверенно себя чувствуют в плане коммуникации с рекламодателями. Этот слайд мне всегда сложно оправдать, но он мне нравится. Я не помню просто о чем он, когда я его писал. Ну вот, если здесь есть не журналисты в зале, то хочу сказать, что эта профессия, конечно, не сахар. И одна из худших штук это общение с огромным количеством неадекватных людей. В частности, по переписке. Каждый день валится просто сумасшедшее число писем, которые невозможно осмыслить. Некоторые, вот, например, «Добрый день, я разработчик игр. Издал игру про Гарика Каргоцкого». Это такой очень скандальный, эпатажный украинский олигарх. «Если возможно, прошу осветить выход игры в вашем издании». Причем, «осветить» написано через «я». То есть, вот так осветить. И подобных писем, когда какой-нибудь неадекват делает что-то неадекватное, он обязательно считает, что любые журналисты должны об этом обязательно написать. Это одна из серьезнейших бед современной журналистики, мне кажется. В Украине такая штука есть, очень нехорошая, может быть, и в Беларуси тоже. Нам очень нравится, когда нас хвалят из-за рубежа. И вот такой самый яркий пример, который я нашел. в конце прошлого года, в начале этого даже, весь фейсбук украинский взрывался новостью о том, что в США признали песню одной из тернопольских групп чуть ли не лучшей в году. То есть, она попала в какой-то топ. Все были в восторге, хотя никто не слышал ни разу эту тернопольскую группу, даже название. Но в США нас ценят, мы покорили мир фактически. И вот я просто вбил в гугл тернопольская группа песни США, здесь 109 тысяч результатов. И вот в списке все крупнейшие украинские СМИ. Я провел фундаментальное журналистское расследование этой новости и вычислил, что рейтинг этот топ-20 песен с года в США составлен крохотным блогом где-то в селе в Техасе. И с помощью ресурса SimilarWeb, знаете, наверное, это повод, способ оценивать трафик любого сайта, приблизительно, там плюс-минус 10-15%. Вот. И с помощью SimilarWeb я посмотрел их трафик, он выглядел примерно вот так. Затем вся Украина заходит на новость о Тернопольской группе и снова вниз. Но об этом написали все крупнейшие СМИ страны. Далее. Наверняка вы сталкивались с негативом под своими материалами или сами писали оскорбительные комментарии. Я для себя выработал правило, что если в критическом комментарии есть оскорбление, я на него не отвечаю. Я просто СММщик наш. Если там есть критика, но нет оскорбления, можно поспорить. Этот текст мы запустили в Твиттер. У нас проходило в этом году проходил отбор на Евровидении, который мы выиграли. Джамала. Вот. И мы решили сделать такую штуку. Отбор был очень классный, там участвовало много хороших групп. И мы подумали, что победители Евровидения ведь выбирают простые люди и иностранцы. Поэтому показали им наш национальный отбор и предложили выбрать, кто им больше всего нравится из наших. То есть заставили их выполнять функцию жюри. украинского отбора. В итоге победил не Джамала, а другой человек, Сансей, половина группы Пятница. Мы запубликовали это в Твиттере и вот на нас просто вылили помои грязи, потому что иногда бывает ощущение, что люди не читают тексты, они видят какое-нибудь слово, которое им не нравится, может, аллергия на слово иностранец. И сразу зачерпывают ушат дерьма и выливают на тебя. Зачем читать дальше, может быть, там мы тоже иностранцев ругаем. Ну вот, в общем, здесь нас оскорбили всячески за абсолютно безобидный текст. Я знаю, у вас сейчас тоже, кстати, отбор на Евровидение своеобразный, насколько мне пришлось заметить. может быть, сделайте такой же материал. Оксфордский словарь признал в этом году главным словом 2016-го посттрус, то есть постправда, постистина. И не знаю, как у вас, но вот в украинских медиа это страшная беда, потому что действительно правду иногда очень сложно выяснить. И суть этого понятия в том, что эмоции и личные убеждения стали гораздо важнее, чем факты. Вот ты считаешь, что белое это сладкий цвет, а тебе ученый говорит, приводит монографию свою, что нет, белое это кислый цвет, а ты ему не веришь. Ну, как, да, это факт, но я не верю, потому что я уверен в своем, в своей точке зрения. Пострус как раз об этом, и это очень страшно, и для медиа в том числе. Недавно в Украине, собственно, неделю назад, кажется, был большой скандал, весь Facebook схватился за вилы, потому что под Одессой был такой маркиз Лакарен, который делал вино. И вот появилась новость, что приехали тракторы и перепахали все его виноградники к чертям. Весь Facebook действительно орал на государство, что ж вы делаете, уроды, маркиза не уберегли нашего. И ты тоже схватился за вилы? Ну, как же так? Малый предприниматель приехал из Франции аж целый, аж целый маркиз, а вы его тракторами. А потом внезапно появляется пост, что все не так, и что виноградники он украл, и там как-то дичка какая-то росла, и поэтому перепахали дичку, которую он изуродовал, и что все местные его ненавидят за то, что он их обжулил и тому подобное. И вот кому верить непонятно. Если ты не едешь на это место и не выясняешь сам, то по медиа зачастую очень сложно определить, кто на самом деле говорит правду. Еще одна беда, особенно молодых журналистов в Украине, это то, что над ними давлеет ощущение того, что они журналисты. Когда ты просишь их рассказать совершенно обычную историю, они думают, сейчас я Пуллицера напишу вам. И всегда привожу этот пример. В один из первых дней моей работы на платформе пришел текст, в котором было выражение в духе Степан преодолел дверной проем, перешагнув порог. Что-то такое. И для меня лучший совет, когда я пишу, я сам себе его даю, писать так, как будто ты рассказываешь историю другу. Потому что на самом деле журналистика это ведь искусство рассказывания истории, выяснения их и рассказывания. И вы же никогда не будете сидеть в баре с другом и говорить ему, представляешь, я вчера сижу в комнате и Степан преодолел дверной проем, переступив порог. Вы скажете Степан зашел. Вот мне кажется, что так и нужно писать. Этот текст мне прислал один из главных современных украинских художников и он не вышел в печать. Ну я могу попробовать. Это как скороговорка. Модернистской архитектуре был свойственен кажущей сегодня спорным оптимизм отношения способности техники и культуры служить радикальной трансформации общественных отношений. Все слова поодиночке понятны, но в сумме это или вот да, тоже мне прислали. Причем меня вообще очень радует, что в последнее время все больше текстов мне присылают просто так. То есть какой-нибудь хмырь стучится в фейсбуке и говорит слушай, я тут взял интервью, уже дана. Опубликуешь? И почему бы и нет? Особенно если без гонорара. Но часто конечно среди этой россыпи жемчужин попадаются не очень тексты. Вот в частности однажды мне просто швырнули в почту текст без каких-либо прелюдий просто жри без заголовка без Лида и вот второе предложение видите вот этот а не видно ну в общем большая часть этого абзаца это одно предложение оно на украинском я не буду вам читать но поверьте что что это впечатляет так что да мне кажется нужно избавляться от ощущения что ты чертов журналист и пишешь чертов что-что да нужно избавляться от ощущения что ты страшно важный человек и сейчас напишешь лучший текст в истории о Степане который переступает порог а чтобы так делать мне кажется стоит прочесть вот эти две книги одна это Нора Галь слово живое и мертвое это такой выдающийся переводчик советских времен она как раз о том написала книгу о том как избавляться от канцеляризма всяких отвратительных заимствований и тому подобное а второй Леонид Бершицкий такой маститый очень издатель российский сейчас на Блумберг подписывает колонки у нас он Форбс запускал в Украине он написал книгу Ремесло я не читал поэтому я глупый но все хвалят очень вы успели Нора Галь слово живое нет вот девушка пишет да или вы смс-ку кому-то да еще о том что что для нас является источником трафика а для меня источником большой и грустной боли как-то раз я покупал черешню и попросил килограмм уже начал рассчитываться потом заметил что там как-то видите бананы лежат так что не видно сколько вес показывают весы я отодвинул бананы дерзким и храбрым движением положил свой килограмм и околошь там что-то вроде 890 то есть меня на 10% обвесили мы начали вежливо обсуждать с продавщицей этот конфуз она сообщила что я урод и что сейчас придет ее друг и будет меня бить друг пришел мы еще с ним обсудили кто из нас урод и я демонстративно отошел несколько метров и начал покупать черешню у ее соседки вот эти два человека вражеских пришли за мной и они стали продолжать доказывать что я негодяй я возражал продавщица новая была чем-то вроде посредника и в итоге я приехал домой с килограммом купленным уже у соперницы ее взвесил и оказалось что там 780 грамм или что-то подобное таким образом я их проучил я написал об этом пост и этот вот скриншот был сделан через пару дней после поста год назад еще там и здесь 1500 шеров 20 тысяч лайков примерно это много я не самый адовый блогер но это для любого адового блогера много или вот у нас есть собачка мопс его зовут Агамемнон и это не самое смешное что в нем есть поэтому я иногда пишу о его приключениях и вот здесь например 7,7 тысяч лайков и 900 шеров это тоже в общем немалое число а есть такой у нас раздел называется можливости возможности это прям очень важная штука одна из важнейших которые у нас есть я считаю мы трепетно и щепетильно собираем самые хорошие возможности грантов стажировок стипендий по всему миру и там есть действительно уникальные штуки вроде не знаю исследовать движение лам где-нибудь лам в смысле животных а не этих монахов или вот недавно было 12 человек из Украины бесплатно летели в Японию там был какой-то мастер-класс затем их всех как по клажу грузили на судно и судно шло до Фиджи по дороге всем им читали лекции о том как классно быть хорошим человеком все это бесплатно за счет японцев ну согласитесь неплохая в общем штука сгонять на Фиджи с людьми из других стран вот мы собираем эти штуки публикуем их и здесь 17 лайков 2 шера это несколько меньше чем история о черешне или о какашках Агамемнона и для меня это очень грустно не знаю как белорусский фейсбук но украинский он хочет только развлекаться и ругать власть а вот какие-то развивающие штуки что-то полезное оно не очень-то заходит и как с этим бороться вот мне кажется какой-то геймификацией через тесты через какие-то прибамбасы которые освежают ваш текст чем-то необычным нестандартным мы пытаемся это делать получается не очень но да это еще еще один аргумент в пользу того что нужно нужно развлекать читателей и блестяще это делает Арзамас российский ресурс может быть вы знаете мой любимый пример у них это гид по средневековому Новгороду вот кому к черту интересен средневековый Новгород там все умерли давно и сверху 10 метров земли но они провели серьезнейшую работу прочтутли кучу монографии написали в общем исторический доклад в формате гида это блестящая находка там фразы выглядят вот в таком духе что выходите из храма и если вы в Новгороде 12 века обязательно поверните направо пройдите 100 метров и там мальчика хрип рисует на бересте ну какие-то там картиночки вам и все такое может быть вам одну продаст как сувенирный как сувенир и ты понимаешь что это кто-то когда-то раскопал это в хижину мальчика хрипа и его бересту и написал об этом монографию и ребята с Арзамаса ее изучили чтобы вот такой игривой форме если вы в Новгороде 12 века направо и там увидите мальчика и ну это же интересно вот в такой форме это интересно никто бы никогда не узнал о монографиях про Архипа если бы не Арзамас так что да они большие молодцы это это для меня набат это похоронный колокол по всей журналистике как я ее знаю есть такой проект российский называется Версус это рэп-баттлы суть в том что стоят два человека друг напротив друга и грязно оскорбляют друг друга в рифму это смотрится в лед просто там у главного их ролика 25 миллионов просмотров что для кириллического сегмента ютуба очень серьезные цифры а вот здесь возникает та штука которая губит всю нашу традиционную журналистику это блогерство что ли это гражданская журналистика когда контент создают непрофессионалы и это очень востребовано я уверен что за этим все таки будущее потому что можно можно наверное констатировать что СМИ лишились монополии на новости потому что согласитесь если не знаю там Савченко выпускает из тюрьмы и охранник тюрьмы пишет в твиттер и фотографирует ее то это разойдется точно так же как если бы написал Блумберг какой-нибудь или не знаю или официальный сайт Порошенко поэтому да вот возвращаясь к этой штуке к этой конкретной штуке в одном из выпусков в батле участвовали не рэперы о комике ютуб блогеры страшно популярные и вот они выступили а затем один из участников начал смотреть этот выпуск и записывать себя как он смотрит его после этого появилось видео как его соперник смотрит как этот парень смотрит на них и там дальше еще какая-то вообще сумасбродная цепочка пошла но вот у этого через несколько дней после выложенного видео было 247 тысяч просмотров я не знаю в каких изданиях вы работаете но 250 тысяч это в общем довольно много для видео тем более для видео того какой-то хмырь смотрит как два каких-то хмыря поливают друг друга грязью и коль скоро такое число людей у такого контента приверженцев то нам всем хана я считаю и напоследок хотя я не знаю который час я могу еще долго у меня еще одна папка со слайдами немного вот мы вначале кивнули друг другу что медиа это важно а сейчас немножко о том что слова это вообще важно слева генерал Дуглас МакАртур начальник войск американских войск которые оккупировали Японию не оккупировали как ну в общем они контролировали Японию после Второй мировой войны а справа император Хирохита как мы помним Япония была за Гитлера и очень серьезные разговоры велись о том что в общем императора нужно немножко судить и немножко может быть повесить даже но МакАртур настоял на том что пусть будет этих япошек хрен поймешь пусть сами там разбираются со своими императорами не будем их трогать только одна штука традиционно императоры в Японии считались божествами на земле потомками богини Аматерасу и как-то в 21 веке в общем это не камильфо для Америки которая несет демократические ценности и они предложили сделку ты остаешься императором мы тебя не вешаем но ты взамен отказываешься от своей божественной природы в общем сделка выглядит не очень плохой правда особенно если тебя не вешают Хирохита издал декларацию о человеческой природе так называемую в которой американцы прочли и действительно он вроде как пишет что да я больше не божество я всего лишь жалкий правитель одной из стран мира есть вот да ну давайте я наверное перескажу коротко у меня будет акцент немножко в японском языке но все же оказывается он их обманул вместо обычного для этого периода правления Хирохита это слово Арахигатами как мы знаем с японского это переводится бога-человек в нем используется менее распространенное выражение Аки Цуми Ками божество но есть мнение что более точный перевод это проявленный Ками то есть воплощенное божество таким образом можно сказать что император может быть Арахигатами даже не будучи Аки Цуми Ками суть в том что он в общем использовал такие хитрые слова что американцы поняли это как отказ от божественной сущности императора а все японцы такие «Да нет, все в порядке, он все еще наш бог, вы чего вообще?» Более того, он их добил еще немножко. Текст вот этого трактата, рескрипта о человеческой природе заканчивается цитированием пяти пунктов императорской клятвы, которую в среднем XIX века принял император Мэйдзи. И для каждого японца эти слова символизируют демократическую Японию, то есть свободную, современную. Таким образом, он вроде как отказался от божественной сущности, не отказавшись, и признал Японию демократической страной, но намекнул, что «Ребят, мы же знаем, что мы 150 лет назад еще себя назвали демократами, так что все в порядке. Я император, я бог, мы демократическая страна, американцы, проваливайте». Американцы свалили, и император Хирохита успешно правил до 1989 года, то есть до наших времен. И смотрите, какая штука. У меня в этой папке все, но если хотите, я могу рассказать немножко о журналистских экспериментах. Там есть, не хотите. Тогда... Да, Саша, можно или нет? Спасибо. Там коротко, не бойтесь. Ну или уходите. Украинская журналистика очень ленивая штука. Мы как-то движемся в одних и тех же колеях, новости об АТО, немножко ругнуть власть, пару раз похвалить реформы какие-нибудь и тому подобное. Но мы совершенно не ищем нестандартных форматов, в частности, не используем такую штуку, как журналистский эксперимент. И, в общем-то, можно понять, потому что одна из дефиниций, что такое формат журналистского эксперимента, вот такая. Когда ее читаешь, ты понимаешь, что не надо. Не надо нам этим заниматься. Воздействующие на него факторы, контроли за действием и тому подобное. Это какая-то чепуха нудная. На самом деле нет. Формат существует где-то с 80-х годов прошлого века, как разработанный уже полностью. И лучше всего, мне кажется, его использовал вот этот человек. Его зовут Эй Джей Джейкобс. Это редактор американского эскуэра и параллельно писатель. Он издал уже четыре, кажется, книги. И вот три из них составляют нечто вроде трилогии о душе, разуме и теле. Сначала он прочел всю британскую энциклопедию. Это, в общем, такой внушительный труд. С меня ростом, наверное, все эти тома. А я высокий человек очень, как вы видите. И написал книгу о том, как он ее прочел. Затем он взял Библию и выписал оттуда скрупулезно все правила, которые я там встретил. Абсолютно все. От десяти заповедей и до каких-то там абсолютно сумасбродных для наших времен. Вроде того, что нужно каждый день трубить в горн, или не прикасаться к жене в ее нечистые дни и тому подобное. И начал им следовать. В течение года он следовал всем правилам Библии. Что касается жены, он носил с собой табуретку специальную, чтобы, не дай бог, не сесть на то место, где она сидела за пару дней до этого. Книга блестящая. Она не только как развлекательный формат про человека, который вот в таком виде ходит по современному Нью-Йорку. Но это еще и духовное путешествие на твоих глазах автор переживает. Правда, очень увлекательно. Одна из лучших книг, которую я читал. Всем советую. И третью он написал «До смерти здоров» называется. Ей действительно говорящее название. Он решил стать самым здоровым человеком в мире. Он следовал всем возможным фитнес-практикам. Ходил на диеты какие-то. Все, что можно, он делал. И в итоге, конечно, он чуть не окочурился от всего этого. Но книга получилась тоже отличная. Так что да, это вот человек, который возвел журналистские эксперименты в... Я запутался в этой фразе. Но, в общем, он возвел. Еще вот такой тоже в США был классный эксперимент. Они взяли Джошуа Белла, одного из лучших скрипачей мира. Наверное, лучшего. И поставили его в метро. В Бостоне это, кажется, было. За пару дней до этого у него там случился концерт, на который самые дешевые билеты стоили около 150 долларов. И вот он стоит в метро, в переходе и играет бесплатно. И всем плевать. Все ходят мимо, потому что они не знают, что это Джошуа Белл. И нет силы маркетинга, который им рассказывает, что 150 долларов за Джошуа – это хорошая цена. Останавливались, кстати, только дети. Что интересно, там есть моменты, когда тянут маму за руку, что давай послушаем, дядя же хреначит с Традивари, все-таки никого-нибудь. В России этот эксперимент повторили и собрали больше денег, чем в шаг, кстати. Они очень смешно гордились. Была такая передача «Большой город», наверное, уже не существует давно. Все ребята разбежались. Кто-то делает такие дела, ресурс очень хороший, социальный. Кто-то режиссером стал. Ну, в общем, они тоже проводили журналистические эксперименты. В частности, один мне очень понравился. Они взяли фильм Кубрика «Космическая Одиссея» и показали его фокус-группе. На фокус-группе они сказали, что это фильм современного азиатского режиссера. «Фаворит Берлинали» в венецианских фестивалях и тому подобной чепухи. То есть они сказали, что это современный фильм, «Артхаус». Фокус-группа посмотрела и затем сказали, что это, конечно, абсолютно дрянь, что нельзя так снимать, что режиссер-наркоман и вон из профессии. Хотя, как мы помним, это один из величайших фильмов в истории кино. «Признанная величина» и тому подобное. И они потом сделали очень смешной трейлер того фильма, который им советовали соорудить из обломков «Космической Одиссеи». То есть они у фокус-группы спрашивали, как же улучшить фильм, как его спасти. И там получился в главной роли Том Круз. Все стреляют. Любовная линия с актрисой Анной Снаткиной у Тома Круза. И такой хороший блокбастер был бы душевный. Тут «Бай» мой любимый... Боже, Антон. Второй по любимости белорусский ресурс. Но это старый, похоже, еще дизайн. А может быть и нет. В общем, журналистский эксперимент украсть ребенка за пять минут. Национальная специфика такая. По-моему, они украли. В Киеве своя специфика, если что. Как нанять спортсменов-рейтеров. Тоже им все удалось. Вот тоже в Киеве проводили. Вообще, это москвичи придумали такой эксперимент. В Киеве дублировали его. Двух парней, геев, попросили ходить за ручку по Крещатику, по главной улице города. И ждали, когда их кто-то начнет лупить. Их все не лупили и не лупили. Тогда организаторы попросили их начать целоваться, кажется. Тут-то, конечно, все и случилось. Какие-то идиоты на них напали. И, конечно, никого не побили. Потому что за каждым кустом прятался специальный человек, который должен был разнимать в результате этого эксперимента. Но да, показали, что столярентность у беда в украинской столице временами. А это моя кровная кровиночка. Потому что однажды я выяснил, что минимальная украинская зарплата составляет 1218 гривен. Это примерно 40 долларов. Где-то, да. И мне стало интересно, а можно ли на эту минимальную зарплату вообще прожить. Я посчитал, что это 39 гривен в день на все. Это полтора доллара. Полтора доллара, да, получается. На еду, транспорт, на одежду, на лекарства, на все на свете. И прожил. Вот сначала я весил 80 кило, потом похудел до 73 кило в результате этого эксперимента. Этот мопс Агамемнон, он в эксперименте не участвовал и жил лучше, чем я. Прямо скажем. Благодаря советам друзей, близких, родственников, моего продюсера и всех на свете, я подготовился. Я знал, что мне нужно покупать дешевое пшено, капусту какую-то, яйца вот шиканул. В качестве десерта шли яблоки недорогие. И, в общем, поначалу все шло действительно неплохо. Вот так выглядела обычная трапеза моя на протяжении этого месяца. Кстати, я соскучился, вот я вдруг понял по такой еде. По такой нет. Морковка оказалась гениальным изобретением. Вообще, сложно очень было, знаете, даже не с чувством голода, потому что ты к нему в итоге привыкаешь, а с невозможностью каких-то перекусов. Потому что каждый из нас, когда сидит где-то за компьютером, работает, неизбежно халву бобруйскую или вафли, или зефир знаменитый белорусский. Что-то такое вы тягаете все время. А тут ничего нет, потому что денег не хватает даже на самое необходимое. И вот изобретение морковки – это главное достижение человечества, я считаю, за последние тысячелетия. Потому что, во-первых, ее долго жуешь, и кажется, что классно. А во-вторых, она полезная и дешевая. Так что, да, морковка меня здорово выручала. Вот сладости от компании «Рошен», президента Порошенко. Зефир оказался очень легким, и его можно много набрать на недорогую сумму. Особенно, если взвешивать жульнически. Ну, я ловил себя на каких-то действительно странных очень переживаниях периодически. Однажды у меня тогда жил мой приятель, Леша, и у него была своя еда, естественно, которую я искренне старался не воровать. И, ну, потому что это было бы не спортивно. И более того, у меня даже получалось. Но однажды я купил себе на рынке за 9 гривен брензу, чуть-чуть такую уже подпорченную, поэтому недорогую. И положил ее себе на завтрак в холодильник. А утром я выхожу и вижу, что Леша приготовил себе сосисочки, яичничку, и шмат такой хороший сыра, брынзы лежит. И у меня в голове вот мелькнуло, что, сука, я же тебя убью сейчас просто, ты спер мою брынзу. Оказалось, что это какой-то его брии французский, а не моя брынза. И, в общем, зря я на него ополчился. А еще однажды я шел по улице, и там разгружали как раз в овощной магазин товары, и выпала картошка, покатилась ко мне. И я словил себя на мысль, это была причем вторая неделя, самое начало фактически. Я словил себя на мысль, что если я сейчас схвачу и убегу, то ребятам, в общем, плевать. Ну, минус картошка и ладно, а для меня это отличный обед. Так что, да, были какие-то страшные изменения. Но под конец я уже начал понимать, что вырулю, что у меня даже какие-то сбережения накапливаются. Вот курочку себе пару раз позволил. И хотя были абсолютно несусветные траты. Например, однажды я совершенно рефлекторно пошел и постригся. И когда под конец стрижки моя приятельница, которая делала это, спрашивает, «Слушай, а у тебя же там эксперимент какой-то, да?» И вот меня пронзает просто сознание, что сейчас мне 130 гривен выложить, а это 4 дня еды. То есть я буду ходить постриженный и голодный. Она мне сделала скидку 10 гривен. Это не очень выручило, но все же. А еще был момент, когда мы сидели в редакции, начался дождь. Мне нужно было идти на рынок покупать морковку. А зонта не было. Я попросил у соседнего офиса зонт. Они мне дали. Я вышел на улицу, открыл его и порыв ветра разломал его к чертям. Просто вот пополам, как будто подошел амбалл и бх. Я в переходе вместо морковки купил самый дешевый зонт на свете за 50 гривен. Один отдал этому человеку проклятому, который меня так подвел. И через полчаса они съехали из этого офиса навсегда. Это была самая бессмысленная трата за все время. Но да, борщ делали из костей. Оказалось, что это дешево и вкусно. Под конец месяца, когда стало понятно, что я выгребаю, нужно было действительно отыгрывать весь этот эксперимент по всем правилам. То есть одежда. И мы поехали на секонд-хенд. Там мы нашли самую сутенерскую шубу в истории, которая стоила то ли 30-40 гривен, кажется, то есть дневной бюджет. Я очень жалею, что я ее не купил. Она мне, как видите, шла. И там, что интересно, на подкладке были ламы, вот эти животные смешные. То есть рядом со словом сутенер в словаре именно эту шубу. Но зато я купил вот такой плащ. И мне казалось, что это покупка века, потому что он стоил 10 гривен. Это очень дешево. Это меньше, чем полдоллара. И покупка таковой была. Главная покупка тысячелетия. Пока не обнаружилось, что на локте там огромное пятно штукатурки какой-то. Я его попытался оттереть, но в итоге дождался конца эксперимента. И просто сдал в химчистку, которая потянула на 240 гривен. Однажды, да, под конец тоже я вспомнил, что можно же вообще бесплатно есть. В Киеве находится огромный кришнаитский храм. И они по воскресеньям там кормят всех желающих. Это, правда, находится в аду. Туда хрен доберешься. Но если уж ты добрался, то тебя сажают на пол. И валят тебе лопатой огромные порции вот такой вот еды вкусной. Там, правда, не было мяса, о котором я мечтал. Потому что, оказывается, кришнаиты вегетарианцы. Нельзя предупреждать, что ли. Но все равно было вкусно. И да, вот мы же говорили, что все всегда всех ругают в комментариях. Разумеется, я столкнулся с огромным потоком оскорблений. Хотя везде, в каждом тексте я подчеркивал, что для меня это эксперимент. Для меня это что-то вроде игры даже, приключения. Потому что я понимаю, месяц закончится, и я снова шикану в ресторане. В самом дешевом. А для многих людей это ужасная правда жизни. Но мне никто не верил. И в комментариях все писали, что я издеваюсь над несчастными работягами. В итоге этот текст стал очень хорошим, хорошо воспринятым. И да, этот проект до сих пор вспоминают даже слишком. И вот тот слайд, там где я, это какая-то женщина, это такая странная штука. Когда у украинских каналов заканчиваются темы для сюжетов, они вспоминают, что какой-то парень прожил на минимальную зарплату. Давайте-ка сделаем с ним сюжет. И я пытаюсь им объяснить, что вы задавали мне эти вопросы тогда, через полгода. И вот сейчас снова их задаете, и сюжет будет абсолютно таким же. Но им плевать, они делают их постоянно. И я постоянно рассказываю, как я похудел на 7-8 кило во время журналистского эксперимента. Все, спасибо, у меня закончилась презентация. Юра, может быть, тогда первый вопрос будет с меня, а я очень вас захвачиваю уже думать над своими вопросами. Мне кажется, здесь есть о чем побеседовать, подискутировать. Вот скажи, пожалуйста, у нас только что закончился конкурс журналистский. И ты в первой своей презентации говорила о силе соцсетей, вообще, что Цукерберг там сам себе на уме, и постоянно нам закручивает вентиль. У нас была прекрасная номинация блогер, в которой были тексты, присланные из своего собственного Фейсбука. Вопрос, имеет ли вообще, с твоей точки зрения, имеет ли смысл заниматься журналистикой, когда, в принципе, можно быть блогером себе на уме, участвовать в конкурсах, ну и как-то заниматься чем-то другим? Не знаю, честно говоря, не знаю. В Украине институт блогерства, это вообще отдельная штука. У нас есть пару десятков голов аналитиков. Аналитик уже такое немножко ругательное слово в Украине. Они сами себе СМИ, у них там есть у некоторых по 200 тысяч подписчиков, что, в общем, огромная аудитория. И вот они на любую тему. Выбрали Трампа, он выкатывает тебе аналитику, почему он знал об этом еще в 70-е годы. Брексит, он предсказал это в своей монографии до рождения, собственно. Любая тема становится предметом разбора всех аналитиков. Все знают все обо всем. И да, они такие себе микросМИ. Иногда и не микро. Но, что касается, нужно ли нам заниматься журналистикой на этом фоне? Безусловно, нужно, потому что это будет всегда востребовано в качестве экспертного мнения. Или, если брать принты, печатные СМИ, то, я уверен, они уже через пару лет выродятся в журналистику. Не выродятся, а разобьются в журналистику артефакта. Когда ты будешь покупать Vogue, Esquire, National Geographic, даже не столько, чтобы почитать их, а чтобы это было у тебя как статусный аксессуар. Вот, смотрите, у меня Esquire. Я такой человек, который читает этот журнал. Так что, да, есть разные взгляды на развитие СМИ. Я уверен, что мы все вымрем, но напоследок покуражимся. Слушай, ну, с другой стороны, блогеры, которые могут писать на совершенно любые темы, они также могут свои собственные там в Инстаграмах спецпроекты вести и грести гонорары лопатой. А журналисты, понимаешь, будут искать вечное место для публикации и получать какие-то отказы. Если говорить о журналистах, которые работают с тобой над платформой, это люди, которые ездят на собственных машинах, как ты упоминал радиоаристократы, или это люди поскромнее? Дело в том, что у нас журналист один в штате, он появился совсем недавно. Нет, я верховный журналист. Ну, да, так что особо не с кем сравнивать, но у него есть дача в Таиланде, скажем так. Правда, ее купила не она, а родители, но все же. Мне один из вариантов развития медиа, который я вижу, и он уже случается, это медиа без медиа, собственно. Когда не будет площадки никакой, женщина, вернитесь, уже возник сайт новостной, у которого нет сайта. Они публикуют все в соцсетях, в Фейсбуке, в Google Доках и тому подобном. И может быть, действительно, за этим будущее. И Леша Аметов, например, вождь Look at Media, который заявил, он рассказал, что в ближайшие годы они намерены полностью перейти на публикацию всех материалов в соцсетях, а сайты использовать просто как витрину, как визитку, по сути. И да, может быть, ну вот я действительно верю в то, что мы скоро будем заходить не в интернет, а в Фейсбук. И уже там... Платформа тратит деньги на свои соцсети? Иногда мы закладываем это в рекламные бюджеты. Если какой-то спецпроект, то мы говорим, что, наверное, лучше немножко покрутить это еще на рекламных каких-то просторах Фейсбука. Но так нет. Мы очень просто маленькие и безмозглые, поэтому наш СММщик – это я, а я не умею это делать, и получается достаточно убого по этому. То есть проблема в том, что нас, правда, мало, у каждого своя сфера, и вот мы там периодически ютимся по каким-то редакциям, снимаем их, но это совершенно бессмысленно, потому что нет вот этого журналистского брейншторма, когда все все обсуждают, просто у каждого свой фронт работы, и наша дружная тусовка платформы в редакции выглядит вот так. И вот у нас таких шестеря сидит, никто слова не произносит, просто иногда кинут смешную картинку в слаг, и все смеются. А когда приходят стажеры, мы их в слаг не пускаем, и они думают, что мы абсолютные придурки, потому что сидят шесть человек, молчат, молчат, потом вдруг все дружно заржали и опять молчат. Редакция платформы – это шесть человек сегодня. Да. Ну, если брать редакцию как журналистский штат, то двое, а если всех, кто выкачивает деньги из всяких упырей, то шестеро. Спасибо. Может быть, какие-то вопросы у вас есть уже? Ничего себе, неужели нет ни одного вопроса? А там фуршеджа просто дальше. А, да-да. Все ждут. Да, спасибо. Спасибо за лекцию. Вы сказали, я хочу спросить о том, как финансируются вот эти заказные, ну, не совсем заказные материалы от Pepsi, от Shell. Эти деньги, это деньги, они идут только журналисту, который это делает, или вы за это кормите всю семью? У нас 70% дохода нашего мощнейшего издательского дома от таких спецпроектов. То есть, да, там, условно, Shell нам платит миллион долларов в месяц, это правда, и за эти деньги мы оплачиваем другие журналистские материалы, и зарплаты выплачиваем, и тому подобное. То есть, да, это все делится, не идет одному только алчному журналисту. Там всем, все рвут кусок свой кровью. А, еще, да. Да, доброго вечера. Мы сегодня по заявленной теме собрались поговорить о том, как заработать на еду. Я понял, что на еду АГММ на основном зарабатывает, конечно. Ну, по сути, пока, если вы не вынесете какой-то ответ, да, ответ – партнерские материалы. Да, в принципе, глядя на платформу, там, на Медузу, складывается ощущение, что да, это, видимо, то, чем сегодня стабильно можно зарабатывать. Какие-то, ну, и понятно, да, там умирающие баннеры. Есть ли какие-то еще, может быть, в процессе работы платформы открывшиеся или открывшиеся, но не проверенные, идеи менее очевидных способов монетизации в нашем новом фейсбучном мире? Действительно, сейчас, как ты, действительно, сейчас радиоведущий нашелся. Действительно, сейчас нативная реклама, вот подобные спецпроекты кормят очень много СМИ. И на данный момент эта схема монетизации выглядит единственной жизнеспособной. Но мне очень хочется верить, что это будет еще недолго. Потому что, так или иначе, в словах «нативная реклама» есть реклама. И это для СМИ все же минус, по моему мнению. Так что, я надеюсь, что скоро возникнут новые форматы. Я не представляю, какие. Один из методов монетизации, мы его тоже использовали, это краудфандинг. И, в частности... Перехватывайте мои вопросы. В частности, вполне возможно, вполне возможно микрокраудфандинг, когда собираются деньги не на существование СМИ, как такового, а на журналистский спецпроект или вообще на отдельный материал. Такого, насколько я знаю, пока нет, но в качестве идеи вполне может быть. А еще, конечно же, СМИ должны вторгаться в оффлайн. Поскольку мир изменился, и все сейчас маркетинг, и все страшно перемешалось. Как же ты мне заплатишь? Мой любимый ресурс 34 Магнет, например, печатает наклейки. Ну, казалось бы, где СМИ, а где наклейки? Но они это делают. Ты приходишь в банк, тебе поят кофе. Ты заходишь в магазин одежды, а там внезапно турпутевки тебе продают. Так вот, медиа, мало быть только медиа. Мало публиковать новости. Нужно вторгаться в реальность, как только можно. И мы, например, проводили еще лекции. И это оффлайновые события, это тоже большой способ монетизации. Вот радиоаристократы, например, делали свои вечеринки чуть ли не каждую неделю, и что-то на этом тоже зарабатывали. Потом вас точертело, правда? Но, тем не менее, да, вторжение в реальность – это важно. И мы проводили несколько достаточно больших событий. У нас был фестиваль «Юкрейзианс». Да, я страшно горжусь этим словом. Я его придумал, чтобы создать любительский блог о том, какие идиотские новости случаются про украинцев. Наверняка у вас тоже такое, что кто-то провалился в канализацию, его съела медуза-мутант. У нас была новость про то, как бобер загрызал какого-то охотника, который перепечатывали тоже все потом. Она через месяц догуляла, по-моему, до Daily Mail, что-то такое. Я знаю, что отомстили, потому что в этом зале точно сидит человек, который ел бобра. Это правда. Два человека. Два человека ели бобра в этом зале. Видите, не зря прошла все-таки лекция. Выяснили статистику. Я думал, такой блог ввести и назвать его «Ukrasians», типа «Украинцы сумасшедшие». Но в итоге это получился фестиваль социальных инноваций, на котором мы еще и заработали немножко. Так что да, краудфандинг, оффлайновые события и еще что-нибудь, что придумаем. А вот в продолжение темы, а что вы думаете о платной подписке? Не хотели ли вы так монетизировать? И насколько это вероятно? Я знаю, что на Западе это очень здорово работает. В России пытаются, дождь, слон. Но как-то вот снаружи для меня выглядит, что это не очень успешно. Я не верю в эффективность этой модели в ближайшие годы на постсоветском пространстве, просто потому что у нас слишком привыкли к пиратству. И более того, я должен стыдливо осознаться, что иногда там где-то на снобе или на слоне мне говорят, что заканчивается текст и дальше плати. Я беру одну из фраз этого текста, вбиваю в Google и читаю бесплатно ворованный этот контент. Так что да, у нас слишком сильна эта привычка получать бесплатно информацию, хотя очевидно, что это неправильно. И во всяком случае в сфере кино у нас в Украине очень хорошие подвижки в последнее время. Я думаю, до журналистики тоже дойдет. Спасибо. Еще вопросы? На самом деле была ремарка о том, что эксклюзив уже не работает. На самом деле даже ваша история о том, как вы прожили на минимальную зарплату, это и есть эксклюзив. То есть для меня, когда вы говорили о том, что вначале чего-то не существует, потом опроверглась как раз таки примерами того, что это как раз и существует. Я сразу поправлюсь, наверное, я не четко сказал, я про новости, не про рассказывание истории, а именно про новостные форматы. Ну, у меня был вопрос, касающийся аудитории, я думаю, очень простой, но вот с этой преамбулой, вот как вы видите аудиторию, она меняется. Вообще получается, что если мы будем равняться на гамминному, то, собственно говоря, мы вообще уйдем, ну, собственно говоря, в мемы, да? Да, я понимаю, о чем это, и это печально. Ну, то, что инфотейнент победил, что люди хотят развлекаться, а не читать сложные длинные тексты, это, конечно, плохо. Мы можем стать, и очень хочется стать в позицию, что люди тупые, они нас не ценят, мы написали классный текст, никто его не хочет читать. Но мне кажется, что гораздо эффективнее позиция принять и действовать в соответствии с этими правилами. И, конечно же, можно даже в этих чудовищных условиях продвигать свои важные темы. Вот, например, с Фейсбуком Украины мы пересказали исторические факты, что важно. Ну, это же знать свою историю, это круто. Но фановые обертки. Так что, ну, мне не видится, что это так уж страшно, то, что мемы побеждают, потому что можно делать мемы с классиками белорусской литературы, например. И это тоже будет интересно, наверное. В смысле, мемы с классиками. Ну, придумывать что-то новое, да. Поле же непаханное. Оцените, пожалуйста, белорусские СМИ со своей украинской позиции. Что вам оттуда видится? Я боготворю 34 Magnet, не знаю, говорили ли я раньше об этом, и 34 Travel Buy, конечно. Я не очень знаю, но вот там я периодически сталкиваюсь с текстами от CityDoc, и тут Buy мне очень тоже нравится. А так, я когда-то давал интервью, первое в своей жизни, кажется, до сайта Kuku.org. Он существует еще? Вот, это стыдно, то, что я давал интервью, или они хорошие? Все в порядке, не будем оценивать. Мне, правда, тяжело судить, но вот мой друг Антон, медиа-менеджер издательского холдинга 34, постит что-то в Facebook, в Facebook, мы так говорим в Украине, я читаю, но это дерзко, это интересно. У Тутбай классно поставлен на поток новости, и я, честно говоря, иногда просто там черпаю какие-то штуки, чтобы пойти к первоисточнику и написать то же самое. Да, а так, не эксперт, не знаю, к сожалению. Еще вопросы? Вуржет. Да. Наверное, в украинских, кстати, Юра, спасибо, да, с меня алкоголь сегодня нечего. В украинском рынке ты наверняка лучше разбираешься, ты какие-то называл, там, аристократы, платформы несколько раз упомянул, но все-таки какие еще проекты интересные, может быть, там, менее известные, может быть, более крохотные, но там, за которыми стоит присматриваться сейчас. В Украине. Мне кажется, одно из самых качественных изданий, это Bird in Flight. Начинали они как издание о фотографии, а сейчас пишут вообще обо всем, и это прям очень толково сделано, и они блестяще воплощают вот эту концепцию инфотеймента. Например, есть такая украинская группа «Океан Эльзы», и ходила по Украине легенда, что Святослав Вакарчук и ее лидер. Правда есть, что вы смеетесь? Я их видел вживую, трогал даже. Так вот, ходила легенда, что Святослав Вакарчук, ну, он картавит немножко, и поэтому в текстах песен мало букв «Р». Ребята запарились и проверили все абсолютно песни «Океан Эльзы» в истории, чтобы сравнить количество разных букв, и оказалось, что нет, «Р» нормально, пусть картавит смело. О чем был вопрос, я забыл. А, это медиа. Bird in Flight, да. Ну, вот, новое время, сайт у них хороший. Ну, я не знаю, вот нет такого, чтобы был с глобальным контекстом каким-то сайт. Все-таки очень локальный. Но меня радует здорово то, что появилось за последние пару лет очень много маленьких независимых заданий. Они в основном живут таким волонтерством, то есть они не приносят денег, а только пожирают деньги у своих собственников. Но это очень обаятельно, и из этого обязательно вырастет много всего хорошего. И многие из них на украинском языке, что тоже радует. А мы 50 на 50 по поводу языка. Скажите, а как вы видите будущее бумажных газет? Я не вижу его. Им осталось пару лет. Я сам работал в принте 10 лет, и я страшно скучаю по этому ощущению, когда утром ты берешь вот эти листы, которые ты вчера на компьютере набивал, и видишь на первой полосе опечатку, и тебя штрафуют за нее, и ты плачешь. Но все равно. Дело в том, что нет смысла больше в ежедневных уж точно, поскольку какой смысл днем читать ту новость, которую ты вчера прочитал в интернете? Ты же ведь вечером вы издаетесь печать, и на следующий день только выходит. Ты уже знаешь все об этом, и уже совершенно другие новости. А еженедельные, ну, разве что в формате рассказывания историй, то есть каких-то выкапывания уникальных людей, уникальных событий, уникальных случаев, и вот такая публицистика, скорее, не журналистика. Да. Спасибо. Еще где-то было, да? Спасибо большое, Юра, за такую нескучную лекцию. Спасибо. Вопрос такой. Сейчас очень популярен такой слоган «Кради как художник». И крадете ли у кого-то вы, если крадете, то у кого? И откуда вообще вот эти идеи новых форматов, я не знаю, журналистских расследований, экспериментов, откуда они рождаются, когда вы так разъединены в пространстве и не всегда вместе? Спасибо. Рождается оно как-то само. Но вот, честно говоря, Facebook Украины мы придумали как платный, как коммерческий спецпроект с одной крупной телекоммуникационной компанией Украины. Но на пленом этапе, когда уже была готова большая часть постов, они сказали что-то вроде «нам не смешно». И ушли оттуда. И я, когда вышел наш этот проект, и я увидел, что на нем сидит полторы тысячи человек одномоментно, что много, я просто начал сладостно кричать в потолок от восторга, что эта телекоммуникационная компания теперь умрет от зависти. Да, как придумывается, ну, нет, нет единственного способа. Крадем ли мы? Я уверен, что все крадут у всех, потому что все изобрели еще древние греки, и все форматы уже были именно опробованы, даже тесты, я думаю, про Путина и Гитлера. Так, чтобы сознательно, типа, а вон, смотри, как они делают, давай точно так же. Нам неловко перед собой вот так откровенно заимствовать, но я уверен, что если посмотреть со стороны, то так оно и выглядит просто, потому что действительно уже все у всех было в самых разных качествах. Вообще, красть не стыдно. Зачем я это сказал? Сейчас как-то я нелепо подытожил. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, во-первых, спасибо за выступление. Во-вторых, вы вот упомянули такую особенность платформы, как работа с непрофессионалами, в частности со студентами, со студентами журфака. И вот политика издания в этом плане, вы все-таки воспитываете себе авторов, да, или работаете с ними по принципу «лепи себя сам», как вот в этом аспекте ведется работа? Я бы очень хотел воспитывать, и мне бесстрашно завидую, когда там кто-то говорит, типа, вот он же взрастил себе замену, или там, вот смотри, выросла у него и пошла главредом сама. Но, к сожалению, не получается, не успеваю просто, ну, обычно, если мне приходит плохой текст, я его переписываю сам, и все. И потом у меня есть тщетная надежда, что автор прочтет и подумает, а-а-а, так вот как надо. Я так и буду делать дальше, но это не работает почему-то. Ира, такой вопрос. Ты, в принципе, веришь в силу журфака и в компетенции выпускников его? Нет. Я боготворил журфак БГУ, хоть и не знаю о нем ничего, но вот в Киеве формально главный журфак Украины, он ужасный. Он выпускает роботов, и это неудивительно, потому что там преподают люди, которые последний раз сами писали текст лет 30 назад, и делали это от руки, потому что не было еще компьютеров и интернета. И как они могут научить современного человека писать тексты в 21 веке, не очень понятно. И у меня есть предмет большой для гордости. Однажды был скандал в главном университете страны, Шевченко. Там возникла организация, которая боролась с коррупцией, в Шевопил. И не пил, как пилить. И вот они там вычисляли какие-то схемы, а потом их отчислили из университета. Мы написали их точку зрения, и логично же влепить колонку от какого-нибудь ректора. И действительно, декан одного из факультетов согласился написать нам колонку и прислал словно 2000. Текст о том, что университет Шевченко это самый лучший университет страны, а самый лучший он, потому что он основан был давно, и действительно это выдающееся образовательное учреждение, которое все должны любить. А кстати, университет исключил студентов правильно. И вот на этом примерно аргументация заканчивается. И я с огромным удовольствием написал декану журфака, что это отвратительный текст, и извините, я не могу его поставить. А он меня потом однажды, я шел на лекцию в журфак, и на входе бабушка-вахтер, главный человек всего университета, сказал, что не пустит, меня, потому что я посторонний человек, и как раз декан проходил мимо, это ты провел меня, и мне было очень неловко. Есть пример, неловко? А, да, но есть хороший очень пример, спасибо Антон, издатель 34, с Ревел и Маг. Антон, ты оплатишь половину сегодняшнего вечера? Да, есть украинский католический университет, если здесь атеисты и безбожники, то не стоит пугаться слова католический, я сам как-то с опаской относился, но они абсолютно продвинуты, и у них есть школа журналистики и медиа, медиа искусств, медиа коммуникации, да, сори, и это, мне кажется, это, а вы там учились? Я открыл, а я из Снегового. Вы молодцы, я вот там периодически читаю лекции, а, черт, а я тоже самое читал? Я не могу сказать. Спасибо. Я как раз хотел сказать, что из УКУ обычно приходят очень толковые тексты, и суть в том, что это частный вуз, они собирают деньги краудфандингом по диаспоре, и в Украине в том числе, собирают очень хорошие деньги, и поэтому дают очень хорошее образование, зовут выдающихся лекторов и меня, и Фрэнсис Пукуяма, например, там преподает что-то, так что, да, они прям молодцы, и вот этот журфак, журфак здорового человека, а наш, это журфак курильщика. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда давайте завершать, наверное. Спасибо. Спасибо, Юра, аплодисменты. Спасибо.